Коллеги, добрый день! Сегодня наше общение будет посвящено прибору Endomat Select UP210. Нажмем кнопку включения. Появилась кнопка, которая предлагает нам войти в меню прибора для продолжения процедуры. Мы ее нажимаем. Перед нами появляется меню с доступными дисциплинами, с теми программными пакетами, которые были установлены на данный прибор в момент покупки и установки в клинике. Нейрохирургия, лорхирургия, спинальная хирургия, общая хирургия, урология, гинекология, артероскопия. Внутри этих программных пакетов, соответственно, располагаются процедуры, которые доступны для данной дисциплины. Например, нажмем процедуру хирургия. Внутри процедуры хирургии нам доступны ирригации в лапароскопии, ирригации в проктологии и ирригации при торакоскопии. В дисциплине урологии POMP Endomat Select доступны следующие процедуры. Это процедура ирригации для цистоскопии, ирригации при лапароскопии, ирригации для уротерореноскопии, ирригации при перкутанной нефроскопии и два режима аспирации при резектоскопии и при использовании приборов калькуссона. Традиционно в ваших операционных вы можете использовать разные режимы ирригации, то есть вы можете использовать режим гравитационный, когда жидкость у вас просто поступает из пакета, который подвешен выше уровня пациента, и также вы можете использовать ирригационные помпы. Преимуществом использования ирригационной помпы является то, что, во-первых, у вас нет потребности пакет вешать намного выше, чем уровень пациента, это удобно для персонала. И второй момент, что вы можете контролировать скорость ирригации, то есть у вас процесс ирригации контролируемый получается, за счет этого вы немного экономите жидкость, то есть у нас есть опыт применения помп предыдущего поколения, и мы знаем, что в обычном режиме расход жидкости существенно больше, то есть когда мы используем гравитационную ирригацию. Итак, у нас кассета установлена, мы регулируем давление внутри полости мочевого пузыря. Главный параметр, который в этом режиме мы можем устанавливать, это высота ирригации над уровнем пациента. То есть здесь все привычно для вас, привычно для урологии, вы понимаете, сколько сантиметров над пациентом находится ирригационный пакет. Только в данном случае его не нужно поднимать так высоко, вы можете самостоятельно задать. 80 сантиметров это где-то стандартное значение, которое у вас получается. Соответственно, если вы выполняете цистоскопию, это 80 сантиметров. По сути, вы контролируете достаточную наполненность мочевого пузыря по его расправлению. То есть вы видите, что мочевой пузырь у вас расправлен, и все, вам комфортно работать. При этом помпа может поддерживать определенную скорость ирригации в вариантах 200, 400 или 600 миллилитров в минуту. Я рекомендую режим 200 миллилитров в минуту, потому что по применению предыдущих помп, которые мы использовали для урологии, этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить оптимальную видимость. То есть большая скорость ирригации, она не дает лучшей видимости, но увеличивается расход жидкости. Для режима уротеррионоскопии мы можем также выбирать определенную высоту над пациентом. Как правило, это будут те же самые 80, может быть, чуть больше сантиметров. В данном случае мы также можем устанавливать скорость ирригации, но здесь скорость ирригации будет ограничиваться по сути размером рабочего канала. То есть для стандартного уротеррионоскопа это порядка 40 миллилитров в минуту. Больше прогнать невозможно, и жидкость не сжимаема. Важной особенностью прибора является то, что при нажатии на педаль мы можем кратковременно увеличить скорость ирригации и давления. Это, по сути, аналог того, как мы бы это сделали с помощью шприца или с помощью ручной или ножной помпы. Для того, чтобы улучшить видимость кратковременно, прибор на 2 секунды поднимет давление, и это обеспечит нам лучшее качество изображения эндоскопического. В каких случаях используется как раз усиление скорости потока с помощью педали? Это касается только уротеррионоскопии или других процедур тоже? Это касается прежде всего уротеррионоскопии, потому что именно в уротеррионоскопии возникает ситуация плохой видимости. То есть это связано с тем, что, например, у нас появился какой-то тканевой детрип, и у нас появились фрагменты камня, видимость стала хуже, среда мутная. И для того, чтобы эту мутную среду размыть, мы кратковременно увеличиваем давление. Ну, это можно делать с помощью шприца, но для этого нужен ассистент. Бомба позволяет сделать это хирургу самостоятельно, ну и вообще управлять этим процессом самостоятельно и действительно получать хорошее, качественное эндоскопическое изображение. Как осуществляется отток жидкости при процедуре уротеррионоскопии из, собственно, из почечной лоханки? Требуется ли для этого использовать какую-то активную аспирацию, нужны ли дополнительные помпы, или это происходит каким-то другим образом? Как правило, уротеррионоскопия – это процедура, которая связана с тем, что у нас ирригация, она так или иначе активная, то есть либо с помощью гравитационного метода, либо с помощью помпы, которую мы сегодня представляем. А отток осуществляется самотеком мимо тубуса инструмента и между тубусом и мочеточником. Таким образом, активная аспирация при уротеррионоскопии, она не требуется. Рассмотрим процедуру аспирации при эктоскопии. В данном приборе, программном пакете, установлен режим аспирации. С какой целью требуется ли он всегда, или он может быть какие-то альтернативные способы применения, а в данной процедуре именно аспирация? Как правило, в Российской Федерации используется активная ирригация при резектоскопии, а отток всегда осуществляется в пассивном режиме. Идея добавления этого режима, она исходит из Европы. Некоторые европейские хирурги предпочитают активную аспирацию при резектоскопии, то есть они предпочитают ирригацию гравитационную и активную аспирацию. Какие это дает преимущества? Ну, не совсем очевидно. То есть в нашей практике это не давало никаких существенных преимуществ. Достаточно хорошие ирригации для того, чтобы обеспечить адекватный отток самотеком и за счет этого получить качественное аспирическое отражение. В принципе, этого достаточно. Поэтому в наших условиях этот режим пока не востребован. В наших условиях для того, чтобы работать резектоскопом, скорее всего, мы будем выбирать режим цистоскопия и использовать его для резектоскопии. То есть мы будем использовать активную ирригацию, а отток будет осуществляться пассивным методом. Активную ирригацию в данном случае мы будем использовать на режиме цистоскопии. Да, будет активная ирригация на режиме цистоскопии. Режиме цистоскопии. И у нас еще осталось для обсуждения режим аспирации при использовании прибора калькусон. Но здесь я хотел тоже сказать, что прибор Calcuson снят с производства, то есть мы можем рассматривать его в данном случае только по уже установленным приборам в клиниках, где могла бы применяться помпа Endomat Select вместе с этим прибором. Итак, для каких целей применяется Endomat Select при работе с прибором Calcuson? Аппарат Calcuson это ультразвуковой литотрептор компании Carl Storz, который в настоящее время действительно снят с производства. Мы продолжаем поддерживать его, поставляя запасные части, зонды и так далее, но сами приборы уже не поставляем. В данном случае помпа Endomat Select выполняет ту же функцию, как помпа, которая изначально поставлялась с приборами Calcuson Endomat LC. То есть это просто аспирационная помпа, которая с определенной скоростью аспирирует жидкость из буферной емкости стеклянной, в которую попадают фрагменты разрушенных камней. Стеклянная емкость необходима для того, чтобы, ну вот действительно Антон мне ее передал, и эта стеклянная емкость необходима для того, чтобы те фрагменты камня, которые получились в результате ультразвуковой литотрепсии, остались в банке и не попадали в силиконовые трубки, которые установлены в компе. Потому что, в противном случае, трубки быстро повреждались фрагментами камней. В данном случае в банке выступает посадочный фильтр. В общем-то здесь весь смысл работы прибора Endomat Select именно в том, чтобы создать небольшое разрежение и аспирировать цепленную скорость. Как правило, Calcuson эта скорость составляет 300 мм в минуту скорость аспирации. В общем-то это все назначение этого режима. Ну, в том случае, если у вас установлены приборы Calcuson и вам требуется обновить аспирационную помпу, да, Endomat Select решает эту задачу. После того, как мы выбрали ту клиническую дисциплину, в которой мы хотим проводить процедуру оригации или аспирации, у нас есть два пути, каким образом инициировать процедуру. Первый путь это мы сначала выбираем на сенсорном экране тип процедуры. Ну, например, выбираем режим урология. У нас открываются все доступные режимы и мы можем уже выбрать тот режим, который нам требуется на данный момент. Ну, например, режим ирригации для цистоскопии. После того, как мы выбрали конкретную процедуру, нам требуется подсоединить комплект кассетных трубок. Здесь мы подходим к тому, какие трубки существуют для применения у данного прибора Endomat Select. Это трубки, те, которые нам хорошо знакомы по прибору Homo Endomat. Это трубки с контролем по давлению и с контролем по потоку. Применяются в следующих областях медицины. То есть это процедуры для лапароскопии в урологии, в гинекологии, в абдоминальной хирургии, процедуры для гастроэнтерологии и процедур тортоскопии. И трубки с контролем по давлению, которые применяются в процедурах артероскопии, в дисциплине урологии для цистоскопии, уротерореноскопии и перкутанной нефроскопии, в гинекологии для гистероскопии и также в процедурах ирригации в спинальной хирургии. У меня в руках комплект трубок с контролем по потоку. В чем между ними разница с трубками контроля по давлению? Единственное физическое различие между ними заключается в маркировке датчиков оптического распознавания комплекта трубок, которые располагаются в верхней части кассеты. Две перфорации располагаются рядом друг с другом. Таким образом, прибор распознает его как комплект трубок с контролем по потоку. Если мы возьмем комплект трубок с контролем по давлению, то мы увидим, что перфорации располагаются на удалении друг от друга. Подсоединяем этот комплект трубок к роликовому насосу помпы. Подсоединение осуществляется аналогичным образом, как для помпы Homo Endomat. После того, как мы подсоединили трубки, нам требуется опустить вниз язычок прибора. Обратите внимание, после того, как прибор распознал комплект трубок, в нашем меню исчезли два режима, которые не поддерживаются данным пакетом трубок. И у нас остались только те дисциплины, которые поддерживаются данным типом трубок. Далее мы выбираем дисциплину, в которой мы хотим проводить свою ирригацию, например, урология. Обратите внимание, здесь также у нас исчезают те процедуры, которые не поддерживаются данным типом трубок. То есть это процедура для аспирации и процедура для ирригации, для лапароскопии. Поскольку для этого используется комплект трубок с контролем по давлению. Далее мы выбираем из доступных процедур ту, которая нам требуется в данный момент. Ну, например, процедура цистоскопии. После того, как мы выбрали процедуру, перед нами открывается меню с параметрами, которые настроены для данной процедуры. Это ирригация с контролем по давлению, с потоком, который может регулироваться от 200 до 600 миллилитров в минуту. И с возможностью регулировки давления в мочевом пузыре до 100 миллиметров ртутного столба. Также вы здесь видите обозначение педали, с помощью которой можно временно увеличить скорость потока на 10, 20, 30, 40 или 50 процентов. В зависимости от требований процедуры. После того, как вы обозначили параметры, с которыми вы хотите работать, мы нажимаем кнопку включения. И у нас начинается вращаться роликовый насос и начинается ирригация. Если вы хотите увеличить скорость вращения, скорость потока на 50 процентов, мы нажимаем на педаль, скорость увеличивается и на педали отображается желтое обозначение. Далее мы убираем и останавливаем процедуру. Комплект трубок извлекается из прибора в обратной последовательности действий. То есть мы отгибаем язычок помпы и движение на себя снимаем. Подключаем комплект трубок с контролем по потоку. Нажимаем вниз язычок на меню прибора. Сразу деактивируются те дисциплины, которые рассчитаны на работу с контролем по давлению. Соответственно, у нас остаются три процедуры. Это общая хирургия, урология и гинекология. В урологии и гинекологии это лапароскопия, процедура лапароскопии в урологии, процедура лапароскопии в гинекологии. И если мы открываем программный пакет для общей хирургии, то у нас доступно три режима. Это ирригация при лапароскопических процедурах общей хирургии, ирригация при процедурах проктологии и ирригация при процедурах при торакоскопии. Соответственно, для того, чтобы выбрать процедуру ирригации с использованием трубок с контролем по потоку, мы выбираем дисциплину, выбираем процедуру. У нас появляется меню с параметрами, настроенными для процедуры ирригации в лапароскопии с возможностью варьирования потока в миллилитрах в минуту. Для процедуры ирригации в лапароскопии при установленном пакете программного обеспечения UP610, то есть пакет Advanced, у нас доступен поток ирригации до 3,5 литров, что существенно выше, чем у всех ближайших конкурентов. Доступны два типа трубок. Это трубки с контролем по потоку и с контролем по давлению. Соответственно, это трубки только для ирригационных процедур. Двумя вот этими типами трубок покрывается 90% всех используемых клинических процедур, доступных для данного прибора. Помимо трубок с контролем по давлению по потоку одноразово, существуют также трубки многоразовые. Соответственно, имеют каталожные номера UP007 для процедуры ирригации в хирургии, общей хирургии с контролем по потоку, и трубки UP008 с контролем по давлению для всех остальных процедур. Домат SELECT UP210. Задняя панель выглядит следующим образом, что штекер для подсоединения сетевого кабеля электрического, гнездо для подсоединения с заземлением, разъем Ethernet для подключения к сети, два разъема USB, два разъема SCB и один разъем для подключения педали. Подключение осуществляется обычным нажатием. Маркер красной точки находится сверху. Педаль выглядит вот таким образом. Используется для ряда режимов, например, урологии, артероскопии. Интерфейс SCB подключается последовательно. Можете подключить один или более приборов. Разъем Ethernet и USB используется для сервисных нужд. Если вы планируете выбрать процедуру, которая не соответствует комплекту трубок, то прибор вам напишет следующее, что для данной процедуры данный комплект трубок не подходит. То есть мы выбираем процедуру ClearVision, подсоединяем трубки для ирригации с контролем по давлению. Данный комплект трубок для данной процедуры не подходит. Прибор нам пишет, что несоответственно установленного набора трубок с выбранной процедурой. Вам необходимо выбрать корректный набор трубок. На основном меню сенсорного экрана Pump and Amat Select помимо непосредственной дисциплины, установленной на данной пункте, мы можем настраивать функции прибора, для того, чтобы вызвать меню функции прибора настроек, нам необходимо нажать кнопочку в правом нижнем углу, в результате чего у нас появится, соответственно, меню настроек. Значит, что нам здесь доступно? Значит, первое – настройки самого прибора. Здесь вы можете установить язык, разницу высот и другие настройки. Значит, начнем с других настроек. Здесь мы можем устанавливать яркость самого экрана в пределах от 0 до 8. Здесь мы можем уменьшать или увеличивать по требованию. Также громкость звукового сигнала от 1 до 4. И усиление подачи потока жидкости при нажатии на педаль. В 2 секундах можно увеличивать. От 2 и далее. Здесь же мы можем установить единицы измерения давления либо в миллиметрах протутного столба, либо в сантиметрах водного столба. Установка разницы высот. В нормальном состоянии помпа должна располагаться на уровне тела пациента, для того, чтобы датчики давления могли корректно измерять давление в полости пациента, который проводит процедуру ирригации. В том случае, если помпа располагается выше или ниже тела пациента, требуется коррекция, которая прибор будет вносить поправки в процедуру, исходя из того, где он расположен, выше или ниже тела пациента. Каким образом определяется эта коррекция? То есть, если у вас прибор располагается выше тела пациента на одну высоту прибора, то мы устанавливаем значение в виде одного плюс. Если на две высоты прибора и так далее. То есть, каждое значение соответствует высоте прибора от уровня тела пациента. Если прибор располагается ниже уровня тела пациента, соответственно, мы должны выбирать минус. Минус одна высота прибора, минус две высоты прибора и так далее. Данная функция доступна при установке пакета UP610 Advanced. Без данного пакета данный режим будет недоступен. Следующие настройки прибора – это протокол событий. Являются сервисными настройками прибора. Также здесь видно серийный номер, сколько времени проработал прибор. и другая информация, касающаяся непосредственно прибора. Ну и сервисный режим требуется введения сервисного пароля, доступен, соответственно, сервисным инженерам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok